Жители дома номер 6 по улице Советской устали от бесплодных попыток достучаться до чиновников, чтобы прекратить работу курительного клуба «Маракеш». Заведение находится в подвале их дома, между прочим, и под филиалом детской поликлиники, где проходит реабилитацию дети после перенесенных заболеваний. Жильцы жалуются на громкую музыку и удушливый запах от курения кальяна, который они чувствуют круглосуточно в своих квартирах. Многочисленные обращения к чиновникам, как и администрации Волгограда, так и правительству Волгоградской области результатов не принесли. Да и какие могут быть результаты, если в департаменте предпринимательства и потребительского рынка, куда также обращались люди, им заявили, что клуб не функционирует и помещение вовсе закрыто. Мало того, чиновники признались, что установить вид деятельности клуба и собственника объекта им также не представляется возможным. И это при том, что кальянная находится недалеко от здания этого департамента. Это организация, где именно непосредственно курительные смеси употребляются и курят кальян. Это раз. И второе – время работы. То есть работает эта организация до 7 утра. И невозможно дышать, то есть постоянно они пускают, дым идет, и дышать просто окно не откроется, не проветривается. В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области также не видят причины для беспокойства. Согласно замерам проб воздуха, которые сделали специалисты ведомства, выяснилось, что концентрация химических веществ в воздухе соответствует нормам. Однако жильцы продолжают страдать от зловоний кальянной. Журналисты информационного агентства «Высота-102» обратились в департамент предпринимательства и потребительского рынка за разъяснением ситуации. В милицию обращение ваше направлено. Милиция у нас по отбаку имеет право с 1 июня у нас курить в заведениях такого типа нельзя. Милиция будет принимать меры по вопросу алкоголя, который там реализуется. Сейчас на утверждении находится схема прилегающей территории к детской филиалу, по которому в 25-метровой зоне нельзя будет продавать алкоголь. И, соответственно, алкоголь в Маракеши там в степе перестанет существовать, поскольку там ничего нельзя. Правда, жители дома не надеются на то, что кальянную закрут. И, возможно, они правы. Журналисты информагентства лично убедились в том, что в кафе кальяной подготовились к работе в новых, связанных с принятием антитабачного закона, условиях. Кальяной вам не запрещают? А у нас табак безникотиновый, у нас специальные фрукты. А это значит, что по-прежнему и жильцы затуманенного дома, и маленькие пациенты детской поликлиники, которые лечатся в том числе и от аллергических заболеваний, будут вынуждены терпеть тяжелые и навязчивые запахи чьих-то удовольствий.